В фестивале «Журналистская весна-2017» примут участие 41 газета и 160 журналистов. Дорогие друзья, давайте поприветствуем друг друга аплодисментами. В прошлом году фестиваль состоялся в прекрасном городе Нытва. Сегодня эстафету принимает наша Чернушка. Мы с огромной радостью встречаем почетных гостей фестиваля. На сцену приглашаются глава Чернушинского муниципального района Михаил Владимирович Шестаков, глава Нытвинского муниципального района Ренат Минцагирович Каевдинов и глава Чернушинского городского поселения Иван Леонидович Ротегов. Добрый день, уважаемые журналисты, уважаемые гости нашего города-района. Я рад поприветствовать вас на нашей гостеприимной Чернушинской территории. Нам действительно приятно и почетно вот уже второй раз на нашей территории принимать этот замечательный фестиваль, фестиваль «Журналистская весна». Вдвое, наверное, приятно, что нынешний фестиваль – это юбилейный, 20-й фестиваль, и нам тоже доверили провести на нашей территории. Я думаю, что мы обязательно ваше доверие оправдаем. Сегодня во время фестиваля, конечно, будет проведена большая работа, в том числе и экскурсии по территории нашего города. Поэтому я всем хочу пожелать плодотворной работы и получить замечательные эмоции. С праздником вас! Добрый день, дорогие друзья, участники фестиваля. Отрадно всех сегодня здесь приветствовать. В прошлом году мне выпала большая честь открывать и принимать на нашей нынешней земле «Журналистскую весну» 19-ю. И я уверен, тот заряд эмоций, энергии, который вы получили на нашей гостеприимной земле, способствовал новым творческим успехам. Не сомневаюсь, что сегодня 20-я юбилейная «Журналистская весна» также подарит вам многим множество идей, сюжетов и, конечно же, много побед. Ну и с удовольствием, конечно, передаю эстафету весны журналистской Черножевскому району. И, как принято, в гости не приезжают с пустыми руками. Хотелось бы вручить сувениры. А сувениры, конечно, наша нынешней земля осваивается металлургическим заводом и теми столовым приборами, которые выпускает наше предприятие. Хотелось бы вручить эти сувениры с эмблемой, символикой журналистской весны 2016 нашим друзьям Черножевскому району. Всем удачи! Ну и с праздником «Журналистская весна» 2017! В следующую очередь мы тоже хотим вручить главе Нынешевского района тоже вот наш такой замечательный сюрприз. Добрый день, уважаемые друзья! Я рада приветствовать на нашей гостеприимной Черножевской земле вас здесь на 20-й журналистский фестиваль. Конечно, за один день увидеть все красоты нашего города – это невозможно. Но мы постарались очень компактно организовать экскурсии. Так что приглашаем всех вас на те экскурсии, которые будут организованы по нашему городу. Наш город не славится историей столетиями, ему всего-навсего 50 лет. Но у нас уже есть такие места, которые в принципе существуют как единственные места, может быть, не только в первомстве края, но и во всей России. Так что всем хорошего настроения, всем удачной работы, поздравляю вас с фестивалем и всегда ждем вас рады здесь, на Черножевской земле. С праздником вас! Большое спасибо! Еще раз давайте поприветствуем наших почетных гостей. Флаг фестиваля не меняется вот уже два десятилетия. На знамени эмблема журналистской весны. И как птицы по весне возвращаются в родные гнезда, так и властители Таловского опера слетаются со всех районов. Прикамья свой общий дом-фестиваль. Почетное право поднять флаг фестиваля предоставляется представителям трех редакций. Хозяину весны 2015 года, главному редактору Нытвинской газеты «Наши Прикамья» Григорию Ведерникову, представителю принимающей стороны журналистской весны 2017 года, члену правления Краевой организации Союза журналистов России Сергею Черникову, и одной из организаторов пермской журналистской весны, главному редактору Нытвинской газеты «Искра» Елене Орловой. Песня «Наши Прикамья» Песня «Наши Прикамья» «Наши Прикамья» На главную площадку приглашается руководитель Пермской краевой организации Союза журналистов России Игорь Лобанов. Добрый день, уважаемые коллеги! Я благодарю хозяев Чернушевской земли за добрые гостеприимные слова, за то радушисть, которыми нас сегодня здесь принимают. У нас с вами сегодня очень интересный, очень насыщенный день. Сейчас мы начнем с вами нашу образовательную программу. Потом у нас состоятся интереснейшие экскурсии, после которых будет встреча с губернатором. Мы наградим победителей конкурса «Журналистская весна» и все вместе отпразднуем нашу сегодняшнюю встречу. Я желаю вам удачной работы. Всего доброго! Слово предоставляется депутату законодательного собрания Пермского края, председателю комитета по социальной политике Сергею Витальевичу Клепцыну. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, представители четвертой власти! Как бы то ни было, это абсолютно точная формулировка. Я уверен, что сегодняшний день будет для вас не только полезным, но и интересным. Абсолютно точно, что у вас сохранится и ясность взора, и острота вашего пера, чтобы достойно описать сегодняшнее мероприятие, чтобы еще раз доказать свое высокое искусство в журналистике. Я желаю вам интересных бесед, интересных встреч, и, конечно же, да здравствует журналистская весна! С праздником, друзья! Большое спасибо! Ну и сейчас, дорогие друзья, вас приветствует вокальная студия «Подснежник». Встречаем! Я иду, кавушки стучат, Возвращение стекает в ведре, чей-то нежный взгляд. Дождь прошел и умыл дома, Город мой заглянул в лицо. Город мой заглянул в лицо. Город мой заглянул в лицо. Вперед, в руки, в руки, в руки, в руки, в руки, в руки. Мы сегодня с тобою на три. Я продолжаю на сцену переграждения благодарственным письмом губернатора Берусского края и театра создания фестиваля журналистской весна Главного конкурса Берусского и Леонидовича Орловы, город Берусска. Берусска «Подизарный ведре» Ребят, мы тут ни при чем. Вы segurите, кто кто-то сказал. Просто вам понравилось, это интересно. Вы поддержали. Благодаря вам все это держится. Молодцы! Я приглашаю на сцену победителей в номинации «Верность в профессии» и приглашаю сюда Людмилу Симонову «Маяк при Урале» Чумышинский район. Я приглашаю Эльмарту Ураслова «Рассвет Бордымский район». Я приглашаю Ольгу Крозорову «Соликамский рабочий» города Соликамск. Я приглашаю Ольгу Крозорову «Маяк при Урале» Чумышинский район. «Маяк при Урале» Чумышинский район. Итак, номинация «Районная газета года». Дипломанты «Верный путь» Оргимский район. Новости по Уральгу Крозорову «Маяк при Урале» «Миловый лес» парня «Новости» по интернету «Оброс». Новости по Уралибку Крозорову «Агрrades» АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Дипломанты. Бумажник. Соликамст. Бумпром. Кировец. Пермский пороховой завод. И лауреат. Шизовской металлург. Город. Шизовской. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Имена победителей в номинации «Лучший дизайн». В номинации «Лучший дизайн» дипломанты. Чусовской рабочий. Город Чусовой. Чусовской металлург. Город Чусовой. Боевой путь Александровский район, лауреат Нива, Пермский район. Редактор субтитров А.Семкин Номинация «Городская газета года». Гипломанты. Город Кунгур-Искра. Город Соликанский рабочий. Лауреат. Город Лысва-Искра. Город Кунгурс Аплодисменты. Город Кунгурс АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир Ильич, прошу назвать принятие в номинации «Лучший специальный журналистский проект». Дипломанты «Искра-Высва». АПЛОДИСМЕНТЫ Баба Новости, Комент Ременский Орган. И лауреат «Березняковский рабочий, город Березники». АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Газета-лидер работы с детской и младежной аудиторией. Дипломанты. Искра, Лысва. Соликанский рабочий. Город Соликанск. Лауреат. Перемена. Город Пере. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ Аплодисменты В номинации «Политика и местное самоуправление» дипломанты Леонид Первушин, «Зори плюс» города Брянка Сергей Шмаков, «Камские зори» города Брянка Валентина Кокшарова, «Истра» города Брянка Елена Косакова, «Новая городская газета» города Березники Валентина Кокшарова, «Истра» города Брянка И над Еленой Козаковой, и над всем победителем! Аплодисменты Я хочу победить тебя сейчас в авокате ручкой Пожалуйста, ручки, чтобы в зале вас видели АПЛОДИСМЕНТЫ Ну и так, а я радуюсь! Первый номер просим вас открыть нам вверх Назвать победителей в номинации «Газета-лидер рекламной политики» Дипломант Верный путь, Аргенский район Лауреат Лауреат среди районных газет В группе газет, изнающихся на территории с численностью до 50 тысяч человек Да, меня запутали Спутала? Итак, да, дипломант Верный путь, лауреат «Частицкие вести» Предложаем вас Среди районных газет, изнающихся на территории с численностью населения 50 тысяч человек и выше Дипломант в Березниковской неделе Лауреат Истра Лысва АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Добро пожаловать на наш канал! Номинация социального журналистика дипломанты Елена Шмелева, Новая городская газета «Город Белесники», Ольга Скачкова, Урасти-Шахлор, Город Кубак, Лаулях, Елена Кожевникова, Лисва, Лисва! Добро пожаловать на наш канал! 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 Искра, городитель, Ольга Прозорова, старикамский рабочий, лауреат Михаил Шаламов, Нига, Бернский край. Искра, городитель, Ольга Прозорова, старикамский победители в номинации «Культура», в номинации «Экология» победителями стали. Аплодисменты. Я прошу вас подойти, пожалуйста, подойти, пожалуйста, и подойти. Дипломанты. Ольга Семина, Осинская Прикаменная. Лариса Витенина, Маяк Преуралья. Лауреат Игорь Перешков, Наша газета. Продолжаем на сцену дипломантора Ольгу Семину, Осинская Прикаменная. Ларису Витенину, Маяк Преуралья, Чебушинский район. И лауреат номинации «Экология» Игоря Перешкова, Наша газета, Аплодисменты. Лауреат номинации «Экология» и «Экология» и «Ольга» и «Экология» и «Экология». Я пошла звучать. Да, да? Да. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Приз вручает председатель Союза журналистов 1-го сентября Игорь Вячеславович Лобанов. Планировалось, что приз был вручен Николай Евгеньевич Бланов, поскольку он не нужно уехать, он попросил в Негородину эту приятную миссию. Планировалось, что приз был вручен Николай Евгеньевич Бланов, поскольку он не может уехать, он не может уехать, он не может уехать, он не может уехать, он не может уехать. Планировалось, что приз был вручен Николай Евгеньевич Бланов, поскольку он не может уехать, он не может уехать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И сейчас мы вручаем рекомендацию Пермского союза журналистов, туда, куда будет поступать Татьяна Масальских, и сертификат. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Женя Почкарёк Я его первый раз вижу, и я считаю, что нам... нам... Чего смеёте-то? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нет, я хочу сказать, что у него есть чему поучиться. Он мастер нарисовки, на самом деле. Я не знаю, почему он не участвовал в этой номинации. Вот ночь очень приятная. Тем более, что «Сельская НОВ» у нас редко участвует в этих подкурсах. АПЛОДИСМЕНТЫ Екатерина Томина, она замредактора «Сельской НОВИ». Она пишет критические материалы, что, согласитесь, достаточно редко бывает. Причём она делает это с завидным постоянством. И очень рада вручить сертификат Екатерине Алексеевне. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редакция небольшая, поэтому... АПЛОДИСМЕНТЫ Наконец, Настя Новикова, она нас поражала формой подачи материала, она все время придумывала что-то новое, то есть не просто содержание, или монолог шел герой, или она делала какие-то несколько героев выступания, и вот это мое сердце она просто покорила. Спасибо, Настя. И вот Вера Николаевна Аверина, это газета «Частный интерес» из Чайковского, она как раз из тех людей, очень быстро обучающихся и желающих заниматься нашей профессией. Она есть из Чайковского. Всем большое спасибо. Всем день сделал для меня счастливый, счастлив я от того, что вы предков своих и славные дела их вспомнили, лучших в деле печатном наградили. Дорога мне Россия, своими трудами увенчали вы наше Отечество славой, не напрасны были труды, и поколением нашим славу и богатство Отечества нашего беречь и множить. ВИВАТ! Ну что ж, наша церемония, к сожалению, подходит к концу. Вы подарили нам столько доброго внимания, столько светлых улыбок, что вы признаете, когда я нажали расставаться. Но учредители фестиваля свято обещают, что ровно через год вы вновь встретитесь. Возможно, не в нашем городе, возможно, в каком-то другом, но если в нашем, то мы будем искренне рады встрече с вами вновь, как рога в 2006 году. Так, друзья, с праздником вас желаю себе сновы. Мы непременно соберемся еще раз вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok